Добрый день, меня зовут Николай и сегодня я постараюсь ответить на один из тех вопросов, которые задают наши подписчики. И один из вопросов звучит так, можно ли набрать мышечную массу при этом сбросить лишний жир? Ответ на самом деле один, можно, но при определенных условиях. И какие же это условия сейчас расскажу. Одним из условий является то, что человек, который хочет набрать мышечную массу и при этом сбросить жировую, он новичок, никогда не занимался. Это можно сравнить опытного спортсмена с новичком, как два графина. Один наполнен водой, другой пустой. Вот в пустой мы можем еще добавить воды, в полный уже с трудом. За счет резерва, который еще не использовал новичок, можно нарастить мышечную массу при строгой даже диете, когда он убавляет углеводный, при избыточном количестве белка, у него будет расти мышечная масса. И это подтверждают некоторые опыты. Я сейчас не буду про них рассказывать, но их можно найти. Проводились в основном американскими учеными. В принципе, не особо важно, у новичок или у вас была длительная тренировка, организм у вас находится в том же состоянии, как и у новичка, так и у человека, который давно не занимался. В обоих случаях тоже нужно соблюдать определенные правила. Одно из правил – это потреблять достаточно большое количество белка. Два с половиной и более. Большое количество углеводов сложных, но маленькое количество простых углеводов. Что значит большое количество? То количество, которое хватит именно для поддержания основного обмена веществ, для добавочного обмена веществ и на достаточно высокие интенсивные тренировки. Не более того, это нужно достаточно четко подсчитать. И тогда у вас прогресс будет тот, который вы хотите получить. Именно наберете мышечную массу, при этом потеряете жир. Но надо быть четко все выстраивать. Можно ли набрать мышечную массу, при этом сбросить жир опытным спортсменам, которые находятся в тонусе? Тоже можно, но здесь ситуация намного сложнее. Эффект будет не такой большой, как у новичков. Очень мизерный может быть прирост мышечной массы и очень мизерный жировой сброс. И очень-очень строгий подсчет калорий. И человек должен понимать, что какие-то определенные моменты могут повлиять на любое его движение. Опытным спортсменам что-либо советовать очень трудно, но для новичков я бы хотел посоветовать. Так как у вас нет опыта в тренировках и в питании, лучше все-таки обратиться к профессиональным тренерам. Они вам в этом помогут. Надеюсь, наши советы могут помочь вам проявить интерес более детально к изучению собственного организма, к питанию и к тренировочному процессу. Если у вас какие-то возникнут вопросы, задавайте, не стесняйтесь, обращайтесь, комментируйте. Будьте здоровы и счастливы. Удачи вам в жизни и в спорте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова